всем привет вы на канале тренер хапаев и мы здесь обсуждаем и ищем решения при заболевании коксоартроза гоноартроза и каких-то неприятностей с позвоночником сколиоз гиперлордоз или может быть просто какие-то защемления то есть тема очень такая широкая и вы всегда можете найти в интернете причины своих болей то есть вы если забиваете там почему болят суставы то вам там 20 причин как минимум предоставят различные эксперты врачи и вы можете выбрать удобный для себя вариант то что то что вам нравится как в магазине до пришли на выбор пожалуйста обувь хотите выбирайте открытую закрытую так далее но я хочу рассказывать на своем канале исключительно свой опыт ну или же те мысли как с которыми я согласен то есть то что я пережил через себя и что считаю очень важным и и что мне кажется не всегда на поверхности находится у других экспертов потому что для чего мне повторять то что уже кто-то говорил мне нужно через свой опыт понять что у меня происходит в первую очередь этим я и делюсь напоминаю что это мой канал и это мое право здесь разговаривать и общаться своими мыслями да и если кто-то сопротивляется или не хочет он может просто перейти на другой и так важность воды ну кто будет оспаривать до важности водного баланса в нашем организме но кто как часто задумывается о том что у нас происходит ну во первых мы помним из школьных со школьной скамьи что мы на 60 или на 80 процентов там разные цифры из колебания мы состоим из воды то есть ну представляете да что такое возьмем 60 70 70 процентов да это же ну мы просто аквариум ходячий аквариум то есть нас в настолько рыбок запустите все и вот этот баланс который в нас существует которая природа заложила в нас он помогает нам хорошо удерживать нашу кровеносную систему нервную наши суставы синавиальная жидкость которая омывает суставы то есть все это на 60 70 на 80 процентов состоит из воды сейчас жара у нас в краснодаре будет сейчас неделю прогноз 36 градусов но это в тени до значит на солнце это там под 50 будет что происходит с суставами когда слишком чрезмерно жарко казалось бы жара это же самое приятное состояние для суставов они греются и это лучше чем холод в этом плане да ну что у нас происходит вот при такой неадекватной жаре мы потеем мы теряем воду то есть наш водный баланс нарушается я специально сейчас не говорю там о водно-солевом да я говорю именно о воде о том что вода уходит из нашего организма и некоторые ну не привыкну то есть нет возможности сразу подойти к ларьку там выпить да то есть есть дела есть заботы какие-то кто думает у нас в повседневной жизни что нужно вот там появилось ощущение жажды перетерпел дальше пошел и так далее и понятно что летом мы все худеем за малым исключением потому что излишек воды ну вот это понятие излишка она очень такое субъективное спорное да он выходит из организма что такое выход воды из организма эта кровь становится гуще это сеновиальная жидкость становится гуще то есть она уже не такая как должна быть для хорошей хрящевой ткани она уже другая она уже не будет восстанавливать хрящевую ткань так как она должна восстанавливать потому что вода ушла у вас и вы ну по каким-то причинам не думаете об этом балансе но хорошо если вы здоровый человек и просто одну там три-четыре месяца попотели с нарушением некоторого баланса потом зимой вы быстренько набрали а если у вас например проблемы с почками или с мочеполовой системой и у вас не держание мочи до грубо скажу а если у вас гипергидроз если вы потеете усиленно то есть у вас плохо работает щитовидная железа там гормональный фон сбит какой-то если у вас предрасположенность сахарному диабету и ваше потоотделение гораздо больше чем у обычного человека то есть вот одна из причин которая может то есть вы занимаетесь там вот вы пришли ко мне в группу занимаетесь это просто я сейчас потренировался в группе рассказывал вы занимаетесь тренируетесь и не чувствуете особого облегчения то есть суставы продолжают побаливать может может быть чуть-чуть стало лучше но в общем-то побаливают суставы я говорю постоянно сдайте анализы сдайте анализ крови анализ мочи и сдайте на сахар сдайте на щитовидную железу поищите проблемы которые вы живете много лет и не знаете что они у вас существуют ведь многие считают что если они хорошо с избытком потеют это говорит об их здоровье понимаете в чем дело то есть заблуждение где кроется то есть он там три майки в течение дня меняет и думает ну жарко же я вот потею где это разумная граница как нужно потеть сколько нужно потеть да если вы сдаете анализ крови там на гормоны и вам говорят что у вас плохо работает щитовидная железа нарушение с какие-то если у вас там высокий сахар и с этим связано потоотделение то значит надо задуматься значит надо решать эти вопросы потому что ну понятно что если вода уходит из организма и вы будете опять же да просто заливать другой водой это же тоже не решение вопроса да но это я уже где-то освещал что вода не должна быть простой это должен быть водно-солевой баланс да то есть существует элементарный самый примитивный вот он кстати у меня на полочке стоит вот регидрон регидрон фит вот пакетики там где натрий хлор ну соль магии калий там то есть вот электролиты которые помогают убирать судороги держать водно-солевой баланс во время тренировок но это уже другая тема закончим насчет воды в общем то я все сказал и если вы хотите еще глубже подробнее узнавать то записывайтесь ко мне в группу тренируйтесь со мной и параллельно решайте потому что вопросов очень много то есть я осветил только сейчас только проводный баланс далее если чего-то солевой есть еще повышенная кислотность или пониженная там кислотный баланс до ph существует еще нарушение гормонального фона там у мужчин у женщин который тоже будет влиять там на повышенный вес или наоборот на на анорексию и это все не буду благоприятно сказываться на суставы надо найти причины я уж не говорю про микологов для которых в который вообще не известно это тайна покрытая семью печатать печатями до миколог это все думают что это какой-то вампир наверное что такое миколог да опять возвращаемся к инфекционным заболеваниям грибам которые у нас в организме начинают проявляться при каких-то для них положительных факторов и которые начинают потихонечку грызть вашу хрящевую ткань то есть все нужно в комплексе делать находить они просто ходить бабы к бабе пессе там на первый этаж и покупать у нее какие-то травы которые она собрала вдоль железной дороги поэтому всем здоровья записывайтесь группу и живем без боли пока